МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. По сообщению Роспотребнадзора в Ростовской области заболевших коронавирусом не зарегистрировано. Приостановить работу котельных при высоких погодных температурных показателях не представляется возможным, а регулировать тепло в многоквартирных домах следует автономно. В аптеках Азова наблюдается дефицит медицинских масок. Многочисленные жалобы жителей многоквартирных домов на избыточное тепло, которое подают муниципальные котельные при теплой погоде, обсудили сегодня на еженедельном совещании руководителей служб жизнеобеспечения в Азовской администрации. Подробности в сюжете. В настоящее время готовится распоряжение главы администрации о начале месячника чистоты. Но Владимир Ощупкин настоятельно порекомендовал руководителям служб ЖКХ приступить к работе, не дожидаясь выхода документа. Не обижайтесь, но такое ощущение, что все пока как сонные мухи, пребывающие в анабионе после зимы, потому что никакого движения, никакой динамики я пока в городе не наблюдаю. Вот каждый день я бежаю в город, вижу одно и то же. Лежащие ветки, которые уже лежат там месяцами. Это прошлогодняя листва, это прибордюрная грязь, куча песка на дорогах, на тротуарах, везде. Эти грязь и неухоженность территории омрачают горожанам радость от наступления весны. Исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Александр Самарич пояснил, в качестве подготовки к уборке автодорог по ряду улиц были почищены прибордюрные участки. Обратите особое внимание на качество выполняемых работ. Не нужно имитировать дурную деятельность, поскольку все это закрывается за счет выгодных средств на содержание. Вы мне постоянно эти деньги на содержание не хватаете, ни в коем случае не закрывайте такие работы. И мы уже неоднократно к коммунальщику на это обращали внимание. Вот не нужно туда нагонять шабаев, которые там делают и работают. А работы по факту нет. Да, к сожалению, такие ситуации у нас есть. И эти работы мы не оплачиваем. Другой вопрос совещания – жалобы населения на горячие батареи центрального отопления в квартирах при достаточно высокой температуре наружного воздуха. Сейчас очень важно, естественно, людей успокоить, донести до них эту ситуацию, объяснить им. И, собственно, почему сегодня температурный режим приходит и поставляется горячий носитель с такой температурой. В то же время у вас есть инструменты. Если вы сами желаете воздействовать на эти процессы, хотите, значит, работайте задвижками. Это ваше право. Владимир Ощупкин пояснил, отключить отопление несложно, но проблема в его последующем запуске. При этом синоптики прогнозируют понижение температуры вплоть до нуля градусов. Татьяна Иваченко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. К другим новостям. Мир захлестнула коронавирусная эпидемия. На сегодняшний день в 104 странах зарегистрировано более 113 тысяч заболевших. Более 4 тысяч человек погибли. 59 тысяч выздоровели. В России организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой. Приняты меры по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции. Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Какой является ситуация в городе Азове и Азовском районе, руководителям службы ЖКХ сообщила главный санитарный врач территориального управления Ирина Горьковая. О коронавирусах ученым и медикам известно давно. Тем не менее, данный вид считается новым, поскольку прежде болели в основном животные. Его ученые уже определили. Он называется SARS-CoV-2. Он вызывает потенциально тяжелую респираторную инфекцию у человека, которая может протекать как в легких формах типа ОРВИ, так и в форме тяжелого заболевания с осложнениями в виде вирусной пневмонии, которая вызывает дыхательную недостаточность и в итоге возникает риск смерти. От чего умирают люди? Это в основном от вирусной пневмонии. Поскольку вирус новый, иммунитета к нему у людей пока нет, как нет и специфических мер профилактики и средств лечения. Вакцину тоже еще не изобрели. Лечение проводится противовирусными средствами. По словам Ирины Горьковой, каждый день в Роспотребнадзор поступают списки граждан, которые возвращаются из Китая, Кореи, Италии и Ирана. За всеми прибывшими организован медицинский контроль. По городу Азову, что у нас 5 человек прибыло из Китая, это граждане России. Одна гражданка Китая, которая у нас заселилась в гостиницу Соха, прибыла в командировку на Олекополимеры, благополучно просидела 4 дня в гостинице и благополучно отбыла в Москву, где также 2 недели просидела, ее пронаблюдали и улетела в Китай. На 10 марта у нас состоит еще 6 человек. Это 4 человека прибыли из Ирана и 2 человека прибыли из Италии. В Азовском районе 5 человек из Китая прибыли, 6 человек из Кореи и 1 человек из Ирана. Итого 12 человек. От человека к человеку коронавирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Необходимо предпринимать соответствующие профилактические меры. Часто мыть руки с мылом, особенно перед едой. Мыть руки, стараться не прикасаться руками к рту, носу и глазам. Об этом мы говорили, пожалуйста, это очень важно. Носить с собой дезинфицирующее средство для рук, влажные салфетки. Этого достаточно будет, чтобы можно было очистить руки в любое время. Максимально сократить прикосновение к поверхностям и предметам. Прикрывать нос и рот, когда вы кашляете или чихаете. На рабочих местах необходимо регулярно очищать поверхности, с которыми приходится соприкасаться. Кроме этого, Ирина Горьковая советует избегать приветственных поцелуев и даже рукопожатий. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. В продолжение темы. На прошлой неделе в Азовскую поликлинику обратился пациент с повышенной температурой, который по его признанию контактировал с лицами, прибывшими из Китая. В связи с этим, согласно протоколу по особо опасным инфекциям, медучреждение было закрыто на санацию. Мужчину направили в изолятор и взяли анализы. В настоящее время стали известны их результаты. Об этом нам рассказал главный врач ЦГБ Вадим Бритковский. В настоящий момент пациент готовится к выписке. Анализы на коронавирус, SARS-инфекцию дали отрицательный результат. Подтвердился у пациента грипп типа B. В настоящее время пациент, как я уже сказал, готовится к выписке. Состояние его удовлетворительное, температура нормализовалась. Никаких осложнений после перенесенной инфекции у пациента мы не отмечаем. Пока во всем мире нарастает паника по поводу наступления коронавируса, мы решили узнать, как относятся к этой ситуации азовчане и верят ли они во всеобщую мобилизацию граждан России в случае наступления эпидемии. У нас же спокойная обстановка, что нам беспокоиться? Пока не надо. Сильно не боюсь пока. Посмотрим, что дальше будет. Я как-то себя вот, чайок там, не чайок, нормально все. У меня, я не это самое, не боюсь ничего за него. Почему? Потому что, зачем он мне? Внимательнее надо быть всем, буквально. И людям, и врачам бдительными быть надо обязательно. И выполнять все функции, инструкции врачей, и что надо по гигиене непосредственно обязательно. Это самое главное. Я считаю, в этом заключается. И врачам стремится вакцину быстренько найти, изобрести и людей лечить как следует. Вы уверены, что справится наша страна с этим заболеванием? Наверное, справится. Китай справился. Я прививку сделала. Надеюсь, что я не заболею. Вдруг вот эта инфекция будет и у нас. Сможет ли наша страна с ней справиться? Я надеюсь на себя. А может, секрет у вас какой-то? На это. Ну, народные средства. Какие знаем, такие будем использовать. Не знаю, будем надеяться, что все будет хорошо. Я думаю, что-то найдут. Будем бороться. Вы хотите узнать, справятся или нет? Ну, я считаю, что да. Я считаю, что да. Однозначно. Ну, по крайней мере, и правительство, и все люди, которые у нас занимаются в верхах, говорят об этом, что вопрос решен будет. И я считаю, что у нас биохимия, биология на высшем уровне вообще в мире. И врачи, я считаю, что все-таки вопрос порешает этот нормально, благополучно. Ну, я думаю, если своевременные меры вовремя распознать вирус, то можно вовремя его заметить и вылечить. Далее, в рубрике «Без комментариев» мы предлагаем вашему вниманию видео о наличии в продаже медицинских масок. Здравствуйте, девушка. Добрый день. Скажите, маски есть у вас? Вам взрослые маски? Взрослые. К сожалению, они закончились. Маски есть у вас? Я неизвестно, как когда, да? Пока не предвидятся даже. Скажите, у вас маски есть? Нет. Маски есть у вас? Нету. А будут у вас? Ну, нету на складах, поэтому не приходят. Продолжим выпуск. В конце февраля в эфире нашей программы вышел сюжет о многолетней луже, расположившейся возле дома номер 57 по улице Кандаурово. Жители данного микрорайона жаловались на соседство с невысыхающей лужей и в СМИ, и в различные инстанции. Но, кроме обещаний, от последних дальше дело не пошло. 25 февраля наши корреспонденты вновь подняли нерешаемую годами тему по просьбе азовчанки Елены Амельченко и посредством сюжета еще раз обратились к администрации с уже знакомой им проблемой. Сегодня мы получили комментарий по данному вопросу от исполняющего обязанности директора департамента ЖКХ Александра Самарича. Проблема известная. Я сам писал то письмо, которое озвучивалось в эфире, о том, что до 1.06 мы должны сделать эти работы. Какие именно работы? Только асфальт. То есть ни щебень, ни фал – это никакая мера для того, чтобы устранить эту лужу. Он вылетел бы буквально за одну неделю, и лужа бы осталась. Только еще была бы грязь и щебень, который бы валялся по Кандаурово и во дворе. Соответственно, с геодезистами мы проедем, посмотрим уклоны. Я не обещаю, мы же не можем поднять уровень двора или понизить уровень дороги. Но как минимум там нужно сделать искусственную неровность, чтобы люди могли идти как бы по тротуару. И, возможно, лужа останется, то есть она сдвинется. Возможно, мы сделаем какой-то свод воды на газон. Но в любом случае до 1.06 сделаем так, чтобы можно было спокойно с коляской и пешком пройти, не наступая в лужу. Далее программа «Азов.Инфо.Спорт» с Александром Кучицем. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – Донская юридическая коллегия. Профессиональная юридическая помощь по судебным делам. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Донская юридическая коллегия. Полный спектр юридических услуг. Защита прав потребителей, семейные дела и наследство, автоюрист, представительство в суде, сопровождение сделок, помощь дольщикам и многое другое. Переулок Олега Кашевого, 28. Первый этаж, офис 12. Донская юридическая коллегия. Многолетний опыт работы и команда профессионалов. В среду 11 марта пасмурно возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 12-13, ночью плюс 10-11. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Уровень воды в реке Дон на 6 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 8 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин